хаос и порядок это вещи относительные то что для одного хаос порядок для другого то что ты не понимаешь для тебя кажется хаотичным другой человек это понимает лучше и для него все предсказуемо четко и закономерно и наоборот например если у тебя есть навык водить автомобиль в россии то для тебя на дороге не хаос а порядок а человек который по д д не знает для него будет хаос какое-то отношение имеет нашим 600 секундам о тайм-менеджменте и личной эффективности сейчас рассказываю во-первых любая структура лучше чем отсутствие какой бы то ни было структуры так всегда было есть и будет поэтому когда спрашивают например некоторые люди например меня например о том какая система тайм-менеджмента лучше я говорю используйте то что лично вам подходит потому что если наша цель не просрать время жизни а сделать свою жизнь интереснее продуктивнее богаче ярче в первую очередь на события и уже потом стать богаче деньгами то в общем-то используйте все что угодно потому что вы не знаете что вам может помешать и вы не знаете что вам может помочь базовый принцип такой любая структура лучше чем отсутствие какой бы то ни было структуры поэтому используйте все что вы можете попробуйте систему помодора попробуйте систему гтд попробуйте систему глеба архангельского попробуйте какую-нибудь еще систему их очень много лично я и предпочитаю использовать систему которая была разработана на марафонничных достижений где мы все упрощаем до чуть ли не до элементарщины где все дела у нас делятся только на быстрые средние и крупные быстрое дело это то дело которое ты можешь закрыть за 5 минут или менее средняя до получаса и большое дело или словно это то дело на которое требуется больше тридцати минут и с этой точки зрения пойти например вот сюда на эту тропу смерти или построить завод по переработке углепластика это в одной категории это просто крупное дело потому что и на первое и на второе требуется больше чем полчаса такая система дает нам возможность избавиться от лишних эмоций избавиться от того что нам мешает в первую очередь а именно от нашей неосознанности и от этого вот ощущение некого паралича воли когда ты один на один остаешься с хаосом то есть когда ты начинаешь оценивать свои дела свои задачи намерения цели и планы с точки зрения того это быстро и важно и надо ли мне это вообще делать оцениваете это только с точки зрения того сколько времени надо на это потратить и тогда у вас устраивается встроенная система которая в первую очередь еще раз повторюсь избавляет вас от необходимости лишний раз переживать пока вы это обдумываете давайте покажем это кстати сочи тропа называется пронеси господи и построили в 1897 году а потом пробили тоннель и теперь все машины ездят по нему а здесь находиться в общем-то запрещено но нам но нам можно и возвращаемся к нашей теме любая структура которые вы будете использовать чтобы привести в порядок ваши дела и вашу жизнь лучше чем хаос лучше чем отсутствие какой бы то ни было структуры поэтому начните с того до чего дотягиваетесь используйте то что можете и ни в коем случае не останавливайтесь в бесконечном перебирании по какой системе мне жить начните внедрять в порядок хоть какой-нибудь расписание пробуждений сна допустим время работы время отдыха допустим какие-то свои внутренние гост и стандарты по тому как вы оцениваете прошедший день как успешный или как нерезультативный допустим любая система даже самое худшее лучше чем отсутствие какой бы то ни было системы в этом смысл назначение и суть этого видеоролика ну и поскольку я так понимаю что 600 секунд у нас еще не истекли надо рассказать вам что-нибудь еще эта трасса была закрыта потому что она опасна для жизни и здоровья и внутри горы был проложен тоннель и мой спутник спрашивает меня а чё зря построили что ли в 1697 году типа все равно сейчас никто не ездит сколько вот труда вложили столько бетона сюда в итоге все катаются внутри горы я считаю что нет потому что в те времена когда строили эту дорогу это было чуть ли не эверестом инженерной мысли и в 1897 году лучшей структурой было проложить дорогу хоть какую-нибудь чем не иметь никакой дороги вообще если бы тогда были технологии позволяющие пробить несколько километров туннель в скале они бы это сделали поэтому не оценивайте пожалуйста себя плохо если вы в прошлом не были достаточно эффективны и достаточно результативны вы прошлом использовали то что вы могли использовать в прошлом сейчас если вы развиваетесь вы можете больше вы можете лучше и используйте максимум который вам доступен сейчас не задерживайтесь не спотыкаетесь и не останавливайтесь не парализуйте себя мыслями о своем темном прошлом в котором вы были недостаточно эффективны когда вы потратили годы жизни или тонны денег на бесполезный бизнес или какие-нибудь изматывающие токсичные отношения не важно что там было в прошлом важно что у вас в настоящем но еще гораздо более важно что у вас будет в будущем куда вы отправитесь из этой точки 18 апреля у нас состоится марафон личных достижений 2021 и если вы придумаете как записаться в этот марафон до того как появится официальное описание на сайте 90.ru то я вам гарантирую самые лучшие условия со стандартным у нас прошли 600 секунд опять не прошли ну ты смотри а ну а когда на zinurov.ru появится официальное описание то вы сможете принять участие в этом проекте и за 10 то есть 12 дней успеть сделать больше чем за предыдущие 3-4 месяца вашей жизни но уже на общих условиях и то это хорошо там я вам дам структуру которая максимизирует ваши результаты без отрыва от семи без отрыва от работы вы сделаете успеете столько сколько не успевали никогда это я вам гарантирую ну и даже то что 600 секунд не истекли пофиг мы закругляемся с вами был коуч психолог и писатель ляр лясович зинуров пишите звоните кидайте на счет завтра я улетаю в уфу а сегодня мои последние сутки в городе сочи на тропе пронеси господи